Так, доброе утро, дорогие друзья! Всем привет! Доброе утро! Шалом из Иерусалима! Шалом из Иерусалима! Платформа Ваикра приветствует вас на уроках Торы, русскоязычных равинов и неравинов, как я. То есть мы сделали платформу, где те, которые изучают Тору, делятся своими знаниями с теми, кто хочет изучать Тору. Вот это платформа Ваикра. Наша задача, чтобы каждый русскоязычный человек в мире, пока русскоязычный, который хочет изучать Тору и приблизиться к божественной мудрости, которая самая чистая мудрость, которую получил Маше Рабейну Моисей, пророк Моисей на горе Синаи от Бога, это Тора. И мы хотим, чтобы у каждого русскоязычного еврея в первую очередь, потому что евреи военно обязаны, обязаны евреи соблюдать заповеди, изучать Тору. И неевреи, написано в псалмах Давида, он сказал, что что будут Бога прославлять все народы и будут Ему воздавать славу все, все ли умим, все народности, все-все-все в итоге придут к вере в Бога. А так как проявление божественное Тора, оно было для всех, то для всего мира, да, это было изменение мира, то и отлично, что русскоязычные, те, кто не евреи, могут узнать, узнать, что Тора говорит о Боге вообще, как служить Богу, как молиться, как соблюдать заповеди и так далее. А сейчас мы конкретно изучаем Мишли, притчи царя Соломона. Мы изучаем, и притчи царя Соломона мы изучаем уже долгое время, находимся уже в 17 главе. В 17 главе, и сегодня мы как раз подошли к 16 отрывку. 16 отрывок. Хорошо, дорогие друзья, всем шалом, Саид Макаев, всем-всем шалом. И прекрасного дня. В 10.00 каждый день мой урок, и в течение дня на платформе Вейкра есть уроки, разные-разные уроки. Мы хотим прийти к тому, чтобы было 24 часа нон-стоп, чтобы было уроки Торы, чтобы каждый, кто в любой момент мог, хочет вот послушать живой урок, пришел и послушал. Все. Значит, поэтому подписывайтесь на платформу, делитесь с друзьями, что есть такая замечательная платформа Вейкра, и пишите, пишите свои мысли, участвуйте тоже. То есть Тора это не только то, что услышал, да? Тора это как свет, свет знания, которое соединяет с Богом. Отлично. Теперь продолжаем двигаться. Мишли, притча царя Саламона, 17 глава. Говорит царь Саламонам в 16-м отрывке 17 главы, следующее. Лама за мехир баят ксиль, ликнот хахма в элев айн. Дословно переводится, для чего мехир, это цена, дословно переводится, для чего эта цена в руке у ксиля. Ксиль это грешник по вожделению. Для чего эта цена в руке грешника по вожделению. Хочет купить хахма, ликнот приобрести хахма, приобрести божественную мудрость в элев айн. И сердца у него нету. Ну что это такое? Это как песня звучит. У него, ты к нему навстречу не ходи, у него железный камешек в груди. Что значит сердца у него нет? Теперь давайте разберемся, так как те, кто учили уже с самого начала, они понимают уже терминологию царя Саламона. Значит еще раз, ксиль это грешник по вожделению. Это человек, который интеллектом понимает, что есть Бог, есть добро, которое Бог назвал добром, есть зло, которое Бог назвал злом, есть Тора, где Бог разъяснил, как устроен человек, как устроен мир, и зачем все это. И ксиль, он разумом, интеллектом, он все это понимает. Но эмоции его, его желания, они победили разум. И он, знаете, как если нельзя, но хочется, значит можно. Это главная поговорка вот этих ксилей, грешников по вожделению, у которых слово «хочу» важнее, чем слово «правильно» и «надо». Теперь, значит, что такое хахма? Хахма – это божественная мудрость. Вот то, что мы сейчас изучаем, это божественная мудрость. Это не те идеи, которые получены от пророков, от Бога через пророков. То есть это как аксиомы такие. Мы можем в них верить, можем не верить. Их нельзя проверить. Их можно или верить, или не верить. Это мировоззрение. Это вот божественная мудрость, хахма. Теперь, значит, говорит нам царь Саламон, а что такое махир, цена? Есть цена, вот обмен, да, когда ты меняешь что-то на что-то. Ценность. Вот слово даже махир – это не цена, а ценность. Теперь говорит царь Саламон. Какая ценность в руке у этого ксиля, у грешников по вожделению? Для них, для грешников по вожделению, значит, у них главная ценность – это удовлетворение своих желаний. Это для них главная цена в жизни. Вот у них такое, я даже слышал слова такие, особенно на верите, это ярко звучит. Я мэтт, я умру сейчас, так я хочу там эту вещь купить, да? То есть я, на русском тоже, наверное, это звучит. Есть такие люди. Вот, я там хочу этот торт съесть, я не могу. Самое яркое, самое яркое проявление вот этого грешника по вожделению – это наркоманы. Наркоманы, они, получив удовольствие, получив удовольствие, которое обычные люди получить не могут. То есть наркотики, они дают ощущение удовольствия намного сильнее, чем, ну, там, еда или там отношения тоже, да? То есть наркотики, наркоман, он, оп, почувствовал этот кайф, все, он дальше готов на все, лишь бы его получать. То есть он врет, он обманывает, он ворует, он, ну, там, и так далее, и так далее. То есть он уже остановиться не может. Его вожделение, оно полностью его, как бы, сожрало. Теперь, вот этот вот товар для обмена в руке к силе, для него самое ценное – это удовлетворение своих желаний. Он живет для удовольствия. Вот есть люди такие, особенно сейчас пошла вот эта вот теория даже есть такая – хочу и буду. Есть такой, такой есть психолог Лобковский, вот я очень его противник, этого психолога. Я считаю, что он разрушает жизни людей, когда им говорит «делай, что хочешь». Потому что если человек спросит себя «а что я хочу?», окажется, что он хочет лежать, отдыхать, кушать сладкую, вредную еду. Он хочет спать с ним, хочет вставать, когда хочет и так далее. То есть у человека его желания «хочу», они продиктованы его инстинктами и его, есть такой мозг млекопитающего, да? Когда человек – это тот, кем управляет разумом, то есть есть разум и есть правильно. И человек, который хочет, чтобы его жизнь управлялась разумом, он не будет есть все, что он хочет. Он будет есть то, что для него правильно и полезно. Человек, чья жизнь управляется разумом, он поднимет себя с кровати и пойдет бегать, хотя это жарко, тяжело, но он будет здоров. А человек, который живет «хочу», у него потом вот такой живот, у него потом, ну, то есть вы знаете, людей, которые потакают своим вожделением. То есть вы посмотрите вокруг, таких людей больше, чем людей, которые умеют, умеют, значит, умеют управлять, управлять собой. Понимаете? То есть очень важно, человек – это тот, кем управляет разум. А теперь смотрите, значит, у грешника по вожделению, у него главное – это удовлетворение своего «хочу». И когда он хочет приобрести божественную мудрость, а что такое приобрести божественную мудрость? Вот мы сейчас сидим, изучаем Тору, да? Это интересно, то есть на этом этапе, пока ты слушаешь и понимаешь, это не является трудом по приобретению Торы. Вот если вы потом после урока возьмете и напишите свои выводы, это раз. Если вы после урока выучите наизусть отрывок из притчей, и этот отрывок, вот вы постараетесь, приложите время, напряжете голову. То есть это называется труд, и на это уже не каждый пойдет. Теперь, когда Аксиль, он сравнивает, да, для обмена или удовлетворение моих желаний. Но это понятно, поел – вкусно, полежал – приятно, поспал лишний час – приятно, делаю, что хочу – приятно, на работу ходить не хочу – не буду, тренироваться – не буду. И вроде бы ему все в жизни понятно, такой простой способ жить – делаешь, что хочешь – будешь счастлив. Но на втором шаге, на втором шаге у этих грешников по вожделению нет ничего, вообще ничего. Потому что все хорошее в этом мире, оно зарабатывается через труд, через преодоление, через напряжение, через выход из зоны комфорта в зону напряжения. Все самореализации, достижения, написанные книги, достигнутые цели, семья, например, да, семья. Возьмите любую семью, которая выстояла. У них было очень много сложностей по пути, которые они преодолели, и это работа, это труд. Но в итоге дети, внуки, теперь те люди, которые… Не хочу, до свидания, Санта-Барбара, 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 вот такие вот переплетения, там и так далее. Хорошо, значит, еще раз, 16-й отрывок тогда становится понятен. Переводится так, для чего? Лама зэ мэхир бэят ксиль. Для чего цена в руке ксиля вот этого? Лекнот хохма, он хочет приобрести мудрость. Ксиль – это он знает, что есть Бог, он знает, что есть правда, он знает, что есть добро. Но он не может преодолеть свои желания и вожделения. Он хочет приобрести хохму, ему для этого надо поменять, ему надо вставать рано утром, ему надо учиться, ему надо взять себя в руки и убрать свою лень, да, то, что называется лень, которая победила большинство людей. И он смотрит вожделение, хочет приобрести мудрость, он понимает, конечно, надо приобрести новую профессию, конечно, надо быть умным, конечно, надо молиться, управлять собой и так далее. Но в ЛФА нет у него сердца его, он не управляет своим сердцем, он, знаете как, его обуревают желания, эмоции, и он не управляет собой. Нет у него сердца, у ксиля. То есть сердце у него-то есть, но оно не его. Вот Милана, да, Марус, Милана, проснулся в 6 утра, побегал 30 минут, сейчас зафиксирую хохму. Кто молодец? Я молодец. Молодец. Но это труд. Проснуться в 6 утра и пойти бегать, это преодоление себя, преодоление своего животного начала, преодоление вот этого внутреннего животного. Всем желаю брать пример. 17-й отрывок. 17-й отрывок нас переводит, давайте, с этим мы закончились, понятно, да? Вот живет человек, у него постоянно у всех людей внутри война. Война между внутренним животным и высшим разумом, интеллектом, духовностью и так далее. То есть ты думаешь, кому служить? Служить своему животному или служить своей высшей части, своей душе? Дэн Дубрайан, шоу, вот Дэн Дубрайан, специалист в эмоциях, у него школа эмоционального интеллекта, и он, значит, видит, что все это есть история. И вот, значит, человек должен для себя выбирать, что он хочет, чтобы им управлял разум или чтобы мы им управляли его желания. Дальше. 17-й отрывок царь Соломон переводит в другую сферу. Это как приложение для жизни. Каждый отрывок, он относится к какой-то сфере человеческой деятельности, и царь Соломон берет вот эту вот божественную мудрость, он был пророк, ее запаковывает, как ей пользоваться в обычной жизни, в обычном мире. Значит, говорит он в 17-м отрывке. Так. Значит, он нам говорит следующую вещь. Это очень интересная такая вещь, которая объясняет нам очень вот семейные разные... Знаете, есть... Сейчас, как же его звали? Семейные расстановки... Семейные расстановки. Есть такая система, не помню, как его зовут, из Германии какой-то есть ученый. В общем, есть семейные расстановки. Вот сейчас здесь нам как раз про семейные расстановки. Смотрите, говорит царь Соломон, в любое время люби ближнего своего, в любое время люби ближнего своего, даже так, дословно, наверите, так звучит. В каждое время любит ближний. Или люби ближнего, или любит ближний. То есть, можно наверить и так, и так понять. В каждое время любит ближний, или люби ближнего, и брат для царает, царает для неприятности, и валет это родится, родился. Брат для... вот так даже, дословно, брат для неприятности родился. Значит, говорит нам... два есть объяснения, как надо понимать это. Первое объяснение, как будто царь Соломон нам дает совет. Он говорит, в любое время люби своего ближнего, то есть, относись к ближним с любовью, помогаем, будь добрым. То есть, установка по умолчанию, относись к ближним с любовью. То есть, у тебя внутри любовь, и ты к ним относишься по умолчанию с любовью. Ближние это друзья, соседи и так далее. Теперь, и у тебя кто-то из них, кто-то из них, он станет тебе как брат, когда тебе будет царает, а когда будет неприятность. То есть, если ты к ближним относишься с любовью, хорошо и так далее, то у тебя появится как брат родной в момент, когда будет тебе плохо. Из этих ближних кто-то станет тебе как брат, брат это как одна плоть. Значит, это первое объяснение. То есть, это нам совет такой, что чем больше ты даешь любви в окружающий мир, тем больше в итоге у тебя будет любви у тебя. И это очень интересная такая штука. Вообще, что такое любовь и как относиться. Вот любовь, само слово любовь на иврите, да? По торе. Его числовое значение, если мы там... Иврит это как язык, которым был сотворен мир, все мироздание. И числовое значение, как код слова любовь, аава, 13. И слово эхад, один, тоже 13. То есть, это одинаково, как бы одинаково одно и то же, по сути. Любовь это то, что соединяет в одно целое. Эхад это, как мы говорим, Бог один. То есть, Он единый, это все, это все мироздание одно целое. И когда ты это понимаешь, ты с ним соединяешься. Любовь между людьми, это когда ты с ними соединяешься, а не разъединяешься. Когда-то задали Эйнштейну вопрос, спросили Эйнштейна, какой самый главный вопрос в жизни, на который человек должен себе ответить. И Эйнштейн долго думал и говорит, главный ответ, от которого зависит потом все остальное в жизни человека. Это, Он называл Бога Вселенная. Он говорит, Вселенная дружественная к тебе или она к тебе враждебная? То есть, у тебя ты ждешь от мира больше любви или ты ждешь от мира больше вражды? Теперь, если ты себе, для себя внутренне решил, что ты от мира ждешь любовь, тогда у тебя вся жизнь превращается в творчество, созидание и так далее. Если ты ждешь от мира вражду, то вся твоя жизнь превращается в защиту, в опасения, в сохранение и так далее. Теперь, значит, давайте вернемся к 17-му отрывку. Царь Саламон нам советует, в любое время люби ближнего. То есть, относись изначально по умолчанию к ближним с любовью. И у тебя брат, когда если у тебя будет неприятность, у тебя родится брат в эту цару. Ну, брат у тебя, когда будет неприятность, будет у тебя как брат. Второе объяснение, они, кстати, вот здесь сходятся. Я только сейчас заметил, как они сходятся. Значит, ближнего ты любишь в любое время. Это он как бы нам сообщает, что у каждого человека есть люди, с кем он близок по каким-то интеллектуальным. Вот как мы друзей выбираем, да? Мы друзей выбираем, чтобы с ними было интересно, общие ценности. Кто любит бегать, у него друзья бегуны. Кто любит пиво, у него друзья пиво пьют. Кто любит, там, я не знаю. То есть, у человека в зависимости от того, чем он занимается, что он любит, у него появляются его ближние, да? Тут не говорится про хавер. Тут говорится, ближние – это с кем ему приятно общаться. Теперь, но эти все ближние, они, ну, это ближние, то есть, они иногда есть, иногда нет. Брат, брат, он рожден для неприятностей. Что это значит? Бывает, что с братьями нет близких отношений. Нет, бывает. У меня, например, с братом там 13 лет разница. Как-то мы с ним, ну, живем с 16 лет в разных постоянно странах и так далее. Но если есть, не дай бог, какая-то неприятность, то я уверен на 100%, что и у меня, и брат мне поможет, и я ему помогу. То есть, в момент, когда у человека есть какая-то болезнь, неприятность, то есть, что-то у него происходит на уровне выживания, в этот момент у всех родственников, а они, родственники, соединены друг с другом, и у них включается инстинкт выживания, в котором они становятся как одна, как бы, одна команда, одна, ну, они становятся одним целым. Есть такой закон в Тицур-Жуха-на-Рухе, что если умирает кто-то из семьи, то в следующий год вся семья должна быть очень осторожной, что это у них есть, ну, какая-то есть сейчас над семьей нависла опасность. Я знаю, что если у меня плохое настроение, там, внутри эмоциональное, мои родители это чувствуют, или у них какое-то там эмоциональное плохое настроение, я это чувствую. То есть, вот эти вот инстинктивные связи на уровне тела, они существуют в рамках, в рамках, ну, в рамках семьи, в рамках генетики, назовем это так. В друзья и ближние это уже больше уровень общих ценностей, интеллектуальной связи, да, понятно. Все, но любовь, она, любовь, она все это скрепляет, она все это соединяет, то есть, любовь это то, что соединяет. Мы учили, как создавать любовь, был предыдущий у нас отрывок, мы учили, что, значит, мы учили, что, если вы помните, это был отрывок девятый, «Михасе пэша мивакэжа ава», тот, кто прикрывает проступки, то есть, тот, кто не критикует, он, он, как бы, ищет любовь. То есть, для того, чтобы сохранялась любовь между людьми, нужно не делать друг другу замечания, не критиковать и так далее. То есть, это, когда люди хотят, чтобы была любовь, они не замечают друг друге недостатков, не должны критиковать друг друга, не должны делать друг другу замечания. Вот, давайте тогда подведем итог. Значит, первое, что мы сегодня поняли, что человек, которым управляет вожделение, то он сам собой не управляет. То есть, люди, которые думают не головой, а другим местом, они сами собой не управляют. И поэтому, да, всем привет, шалам, салам, хэлло, да, всем привет, даже на арабском у нас приветствует, очень приятно. То есть, люди, которые живут на поводу своих инстинктов, они неуправляемы. То есть, ты не знаешь, что он сделает, и он не знает, что он сделает. Второе, это мы узнали. И для них приобрести божественную мудрость и перейти на духовный какой-то уровень развития, для них очень сложно. Чем больше человек завязан на свои желания, тем меньше он управляет собой. Второе, что мы сегодня поняли, что в каждое время люби ближних своих, то есть, как сказать, распространяй любовь, то есть, соединяйся. И у тебя будут как братья в момент, когда тебе будет плохо, кто-то из них превратится в твоего брата. Но если у тебя уже есть брат, знаешь, что он тебе поможет. Все. Удачи, всем успехов, хорошего дня, наполненного любовью, мудростью и созиданием, и работой. Человек рожден для работы, и если человек, он напрягается, он потом собирает урожай. Если он не напрягается, и он кайфует, 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 то ему потом придется за это заплатить. Поэтому я вам советую лично понапрягаться. Вот сейчас сделал дело, гуляй смело. Сделайте какие-то важные дела для своего духовного развития, интеллектуального развития, физического развития. То есть, напрягся, заработал себе удовольствие. Все. Всем удачи, успехов. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok